На Первом Ярославском свою работу продолжает информационная служба. В студии Евгений Журавлев. Здравствуйте. С нового года налоги с трудовых мигрантов будут собирать по-новому. На федеральном уровне изменилась формула расчета стоимости ежемесячного патента, который должен приобретать каждый мигрант, работающий на территории Российской Федерации. Однако стоимость патента каждый регион рассчитывает самостоятельно, в зависимости от особенностей рынка труда. Сегодня на внеочередном заседании Думы депутаты приняли новый коэффициент в 1,8, который устанавливает стоимость патента на уровне 3000 рублей. Эта система позволяет отчасти компенсировать теневую зарплату мигрантов, с которой не взымаются налоги. Доходы от патентов с 2015 года будут оставаться в областном и муниципальных бюджетах. Общая сумма их ожидается около 110 миллионов рублей. Граждане, которые, я подчеркиваю, безвизовые страны, то есть это фактически страны бывшего Советского Союза, которые работают на территории нашей области и покупают патент. Патент они могут покупать на 1, 2, 3 месяца, дальше продлевать его в течение года. И стоимость этого патента, мы ее рассчитали, что она где-то будет около чуть меньше 3000 рублей. То есть это фактически приравнивается к налогу на доходы физических лиц, ну так называемому подоходному налогу. И в продолжении темы мигрантов. Экзамены для жизни. С нового года вступает в силу федеральный закон, обязывающий всех иностранных граждан, которые хотят жить и трудиться на территории нашей страны, сдать экзамен на знания русского языка, истории и основ российского законодательства. Такой средств знаний пойдет на пользу мигрантам, а процесс адаптации к российской среде станет гораздо мягче. При подготовке все иностранные гости будут знать правила поведения и уклада жизни в России. После сдачи комплексного экзамена мигранты получат соответствующий сертификат. На сегодняшний день в Ярославле действуют три пункта бесплатной подготовки иностранных граждан к экзаменам. Ярославль начали украшать к Новому году. Уже к концу недели, по заверению городских властей, галерея «Гирлянд» появится над проспектом Октября, а Багиевленская площадь засияет от вспышек строп-ламп в переливе разноцветных прожекторов. Праздничную иллюминацию в городе будут подключать по мере реставрации и установки декора. Полностью завершить украшение Ярославля планируют к 20 декабря. Всего на это уйдет 10 километров различных гирлянд. Из них более тысячи метров пойдет на украшение праздничных елей. Их в этом году будет 8, 6 живых и 2 искусственных. Главная елка города по традиции украсит площадь юности. Лесную красавицу привезут из красных ткачей и установят 18 декабря. Высотой она будет не менее 15 метров, а размах нижних ветвей не менее 6-8 метров. На подготовку праздничного оформления города в этом году потратят чуть более 600 тысяч рублей. В этом году принято подключить иллюминацию раньше, чем предыдущие годы. К 5 декабря все районы города будут уже освещены новогодней иллюминацией. А до 20 декабря город будет полностью художественно оформлен и готов к празднованию Нового года. Вторые крупные соревнования сезона и снова победа. Ярославец Сергей Каторгин стал победителем чемпионата России по стоклеточным шашкам среди инвалидов по слуху. Турнир, проходивший в подмосковном Зеленограде, собрал более 40 сильнейших шашистов страны. Ярославский спортсмен уже на старте обозначил свое лидерство и в итоге довел дело до победы. Отметим, что это уже второй успех Каторгина в нынешнем сезоне. В августе этого года Сергей завоевал золото чемпионата Европы по стоклеточным шашкам. Таким образом, выиграв чемпионат России, Ярославец подтвердил статус сильнейшего шашиста-стоклеточника в стране и теперь возглавит список сборной на международных соревнованиях. И менее чем через час в нашем эфире программа День событий.